Здравствуйте! Вы смотрите программу «Надо помочь» и я ее ведущая Анна Махова. Каждый день мы встречаемся с людьми, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, с теми, кому нужна помощь. И раз в неделю мы рассказываем вам об этих людях. Сегодня вы увидите. На встречу ехала фура, не справилась с управлением, ее занесло, и вот результат получился аварий у нас. Чей-то мозговая травма очень тяжелая. Его вырезали из машины МЧС. Жить с таким ребенком в таких условиях очень сложно. И поднимать его на ноги. Шанс у нас есть, но нет возможности. Когда люди помогают, это греет душу и становится легче. Станиславу Рыбакову 26 лет. Два года назад он попал в серьезную аварию и теперь заново учится жить. Сидеть, стоять, ходить и говорить. После длительного лечения в Израиле и Санкт-Петербурге у Станислава многое стало получаться, но для полного выздоровления ему не хватает регулярных курсов реабилитации. Только один такой стоит 330 тысяч рублей. Семья молодого человека просит помощи. 26-летний Станислав из Отрадного после окончания института поехал строить свою карьеру в Сургут. Там живут родственники. В этом городе он встретил девушку. Там же у него была перспективная работа. Все это в прошлом. Сейчас у Стаса нет ни работы, ни девушки. Даже то, что он живой, уже чудо. На встречу ехала фура, не справилась с управлением. Ее занесло и вот результат получился. Авария у нас. Черепно-мозговая травма очень тяжелая. Его вырезали из машины МЧС. Трагедия произошла 28 января 2012 года. Тот миг, когда в доме родителей раздался ночной звонок, они до сих пор вспоминают с содроганием. Сухой голос в трубке сообщил, что их сын находится в коме. Станислав пролежал в больнице в Сургуте полгода. Затем врачи сказали, что сделали все, что смогли и предложили родителям забрать сына домой. В таком состоянии 24-летнего парня домой привозить вообще было, конечно, страшно. Он не вставал, не узнавал родных и даже ел при помощи специально приведенной трубки. Смотреть на это было страшно, но мать не стала просто смотреть. Она начала решительно действовать. Обзвонив все клиники в России и за рубежом, она повезла сына на лечение сначала в Израиль, потом в Санкт-Петербург. Естественно, за деньги. Ну, во-первых, я взяла кредиты, естественно, потому что родственники, друзья нам помогли. Лечение дало хорошие результаты. Станислав стал не только узнавать родных и друзей, он начал сидеть, а теперь уже учится ходить. Родители продали квартиру, взяли кредиты, приобрели частный дом с широкими дверными проемами и небольшим пандусом у входа. Благодаря этому Станислав сам перемещается из одной комнаты в другую. Пока он не может говорить. С родными общение происходит через СМС. Посетителям он пишет на бумаге, но надежда есть, что речь тоже вернется. Напиши, что бы ты хотел в ближайшее время, чтобы у тебя получилось. Станислав старательно пишет это заветное слово – выздороветь. Самое главное, что он действительно может поправиться, только если и дальше будет лечиться. Сейчас ему необходимо пройти курс реабилитации. На тот, что полагается по квоте, молодой человек не попадает по очереди. Она слишком большая. А время – главный враг для Станислава. Родители уже нашли центр в Москве, где их готовы принять прямо сейчас, но за деньги. Курсу стоит 330 тысяч рублей. Такую сумму они уже не могут осилить самостоятельно и просят помочь. Ну и обращаюсь к людям, которые знают, что есть добрые люди в нашей стране, кто может нам помочь собрать средства на платную реабилитацию для нашего сына, потому что мы надеемся все-таки встать на ноги и вернуть его в число полноценных здоровых жителей нашей страны. Если вы хотите помочь Станиславу поехать на реабилитацию в Москву, сделать это можно, позвонив по телефону 8-917-813-02-95. Мама молодого человека Ольга Рыбакова. Анна Коренькова одна воспитывает 10-летнего сына Витю. Мальчик болен тяжелой формой ДЦП, и мама полностью посвятила себя тому, чтобы вылечить сына. Дом, в котором они живут, зимой не прогревается выше 16 градусов тепла. Чтобы исправить эту ситуацию, необходимо его частично перестроить. Средств на ремонт у женщины нет, и она просит помочь. Анна Коренькова из Самары живет в доме, которому уже 100 лет. Непризнанный памятник архитектуры каждую зиму, словно по аналогии одной сказки, из глубинного превращается в ледяной. Весной тают затапливые полы, а летом снова становится относительно годным для проживания. Вот у нас здесь в полах дыры, все это у нас заткнуто пеленками. Зимой это все покрывается льдом. В таких условиях женщина живет с 10-летним сыном Витей, который болен тяжелой формой ДЦП и страдает приступами эпилепсии. Анна очень много занимается с ребенком и, конечно, старается сделать все, чтобы он поправился. Но из-за того, что зимой заниматься становится невозможным, все, что удается наработать ребенку летом, забывается к весне. У нас и ухудшения-то идут в зимний период. Мы вроде бы за летний период выбираем что-то, а так как зимой мы без движений, он практически всегда лежит. Потому что очень холодно дома, только под одеялом, либо в теплых уличных штанах. У нас 16 градусов температура, максимум 20. Этот дом женщине достался в наследство от бабушки. 12 лет он стоял закрытым. Все это время Анна жила у мамы, но в какой-то момент ее тяжелобольной сын стал для родных непосильной ношей. Чтобы не быть обозой, женщина собрала вещи и вместе с ребенком перебралась в этот самый дом, который на глазах рушится и уходит под землю. Так получилось, что мы остались вдвоем. Все родственники отказались, все устали. С мамой мы не общаемся 3 года. Первые полгода было очень тяжело. Потом судьба нас столкнула с очень хорошей женщиной, которая помогает все эти годы. Родной отец Вити ушел из семьи еще до рождения мальчика. Живут Коренькова лишь на одну пенсию по инвалидности. Друзья помогают Анне и ее сыну чем могут. Собирают недостающие деньги на лечение и реабилитацию. Зимой пускают к себе помыться. Но с каждым годом жить вот так становится все тяжелее. Восстановление не подлежит, только перестраивать нужно. Нужно перестраивать ту половину, потому что та половина тянет весь дом. Ну вот где-то в районе 120 тысяч нужно на строиматериалы, и столько же нужно отдать строителям за работу. В районной администрации выделили всего 50 тысяч рублей. На них Анна уже закупила часть строительных материалов. Но пока не будет собрана вся сумма, они просто стоят на улице. Увы, но помощи друзей в этой беде уже тоже не хватает. Такую сумму они не могут собрать самостоятельно. Поэтому сейчас Анна вынуждена просить помощи у незнакомых людей. Нам очень нужна помощь. Очень бы хотелось попросить всех неравноточных людей оказать помощь в ремонте жилья. Жить с таким ребенком, в таких условиях, очень ценно, и поднимать его на ноги. Шанс у нас есть, но нет возможности. Если вы хотите помочь семье Кореньковых в строительстве дома, сделать это можно, позвонив по телефону 8-987-431-4198. Анна Коренькова. В Новокубишевске многодетная мама Наталья Иксанова нуждалась в помощи. Три года назад у нее родились две девочки-близняшки. Одну из них почти сразу поставили диагноз ДЦП. Для занятий с больной дочерью Наталье был необходим вертикализатор. Но денег на покупку у женщины не было. Приобрести необходимый тренажер Наталье помог Русфонд. Жительница Новокубишевска Наталья Иксанова из тех женщин, которые не боятся трудностей. Много лет она одна воспитывает сына. Сейчас ему уже 20. А 4 года назад женщина узнала, что беременна двойней. Будущему отцу дети оказались ненужны, и он тут же ретировался. Но Наталья решила, будет рожать. То, что теперь одной придется растить уже троих, женщину не испугало. Ее поддержали родители, которые теперь души не чают в близняшках. Очень скучают, каждое утро быстрее едут к ним. Все для них, да? Да. После рождения первые полгода их жизнь была беззаботной и счастливой. Первые улыбки, яркие игрушки. Но когда девочкам исполнилось по 6 месяцев, им сделали прививку от полиэмилита. Даша перенесла ее хорошо. А вот Ульяна... С того момента она стала сильно отличаться от своей сестры. В 6 месяцев она стала беспокойной. Два месяца мы вообще не спали. То есть у нее появился гипертонус. Прям как палка была. Мы обратились к неврологу в Самару. В первую городскую, к заведующей. Нас сразу положили в больницу. Все с этого и началось. Вторые полгода жизни стали похожи на кошмар. Даша дома, Ульяна в больнице. А Наталья металась то туда, то сюда между своими девчонками. Одно обследование за другим. Беспрерывное лечение и страх за будущее. И вот накануне первого дня рождения у Ульяне был поставлен диагноз ДЦП. Принять, конечно, это было тяжело. Просто отказывалась восприниматься это сначала. Ну, потом уже начали бороться. Прошел этот страх. Первая, первая реакция. И началась борьба. Вновь пошла череда больниц и лечения. Поездки по России и за рубеж. Консультации с врачами и бесконечные занятия дома. Одну из комнат отвели под специальные тренажеры для Ульяны. Рядом с ними развивающие игры, сделанные своими руками для Даши. Она в три года уже помогает маме поднять свою сестренку на ноги. Давай я ножки, а ты ручки. Как ты садишься? Давай. Так. Давай. Раз, два, три, четыре. Даша полностью с ней. И помогает ей заниматься, и играет с ней. И целует, очень любит. Результаты есть, говорит Наталья. Благодаря занятиям, искренней любви Даши и поддержке знакомых и незнакомых людей. Современный тренажер-вертикализатор, с помощью которого Ульяна учится правильно сидеть и стоять, семье Иксановых помогли приобрести в Русфонде. Он стоит порядка 300 тысяч рублей. И таких денег у матери-одиночки, которые содержат в семье за счет детских пособий пенсии по инвалидности, конечно же, не было. Довольно-таки быстро все произошло. Сначала даже не верилось. Они занимаются на тренажере меньше года, но Наталья уверяет, прогресс очевиден. Ульяна стала намного лучше держать спину. Но главное, каждый раз занимаясь вертикализатором, с дочкой Наталья чувствует, что теперь она не одна. Что в мире много добрых и хороших людей, которые готовы прийти на помощь. Когда чувствуешь помощь и видишь, как бы становится легче. Потому что иногда бывают такие моменты, когда вот надо, а нету. То есть выхода не видишь. Просто очень плохо. Это непередаваемые чувства. И поэтому, когда люди помогают, это греет душу и становится легче. Хочется сказать огромное спасибо всем добрым людям, кто не прошел мимо нашей беды, нашей семьи. Всем огромное спасибо. Побольше бы таких историй с положительным концом. Но в помощи нуждаются еще очень многие. И мы можем сделать этот мир счастливее. Не проходите мимо чужой беды. Нашим следующим героям тоже очень нужна ваша помощь. 15-летняя Арина Кутылина. Диагноз саркома Юинга 4 степени. Девочке необходимо пройти лечение в Москве, которое стоит порядка 3 миллионов рублей. 9-летний Артем Соломатин. Болен тяжелой формой ДЦП. Мальчик не может ходить и сидеть. И нуждается в специализированной коляске, которая стоит более 150 тысяч рублей. У родителей нет такой суммы, и они просят помочь. Елена Селиванова 42 года. Два года назад упала и сломала ногу. В больнице ей неправильно наложили гипс, и нога не срослась. Поэтому Елена не может ходить. Недавно у нее образовалась раковая опухоль. Из-за бумажной бюрократии женщина не может оформить инвалидность. Она еле сводит концы с концами и нуждается в помощи. Следующим героям уже помогли. Алексей Таразанов. Вдовец, многодетный отец. У него 8 детей. Мужчине помогли переехать из коммуналки в просторную квартиру. Альдорфская школа взяла на свое попечение совершенно бесплатно 5 школьников, вдвое из которых уже успешно окончили учебу. Восьмилетний Антон Братчиков у Антона саркома плечевой кости. Ему грозила ампутация правой руки, но благодаря помощи небезразличных людей и благотворительной организации «Виктория» мальчику нашли средства на операцию в клинике в Москве. И медикам удалось сохранить руку. Никита Сергеев родился с тяжелой формой порока сердца. Мальчику была необходима операция, на которую у его родителей не было средств. Собрать их помог Росфонт и небезразличные люди. Вы увидели все сюжеты этого выпуска. На следующей неделе будут новые истории и герои, которые верят, что в мире есть еще добрые люди. Те, кто не пройдет мимо чужой беды. Давайте делать добрые дела. Вместе мы можем помочь очень многим. Если вы сами нуждаетесь в поддержке, звоните нам, и мы постараемся помочь. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова